Кстати, прогулка по городу или парку – это не только приятно и интересно, но и очень полезно. Доказано, если вы хотите оставаться здоровым и сильным, необходимо делать в день не менее 10 тысяч шагов. Поэтому марш на прогулку. А чем там заняться, вам подскажет Кристина Пименова. Всем привет! Меня зовут Кристина Пименова, и я буду вам рассказывать, как вести здоровый образ жизни. Мой первый совет – каждый день гуляйте на свежем воздухе. Я даже уроки иногда делаю в парке, а еще тут можно заниматься спортом и вообще отлично проводить время. Сейчас я еще одну задачку решу и все вам покажу. В парке можно делать много такого, для чего в квартире нет места – бегать, прыгать, играть в классики. И, конечно, кататься. Одни любят ролики, другие – скейты. А мне больше всего нравится – кататься на самокате. Обожаю ездить по парку. И развлечения, и спортивные упражнения. Я, кстати, знаю способ, как сделать его еще полезнее. Отталкивайтесь то левой ногой, то правой. А еще попробуйте вести руля одной рукой. Что бы ты ни делал в парке, всегда веселее это делать с другом. У меня тоже есть компания. Ланди, ко мне! Знакомьтесь, это Ланди. Ну что, побежали играть? Ланди очень любит фрисби. И не он один. Есть даже такой вид спорта – док-фрисби. Так что можно считать, что мы с Ланди не играем, а тренируемся. Фрисби может стать настоящим спортом не только для собачки, но и для вас. Попробуйте кидать тарелку разными руками. Правой и левой. И бегайте как можно быстрее, так еще веселее. Мы с Ланди играем во фрисби с тех пор, как он был щенком, поэтому у него так хорошо получается. Но научить можно любую собаку. Это совсем нетрудно. Главное попробовать. Старайтесь играть регулярно, ну, точнее, тренироваться. И не забывайте давать своей собачке что-нибудь вкусное, когда она приносит вам тарелку. Можно придумать еще так много классных игр на свежем воздухе. Салочки, волейбол, бандементон. Есть еще идеи? Тогда идите гулять и не пропустите осень. Она же такая красивая.